Я тогда приступаю к своему разделу выступления. Он называется «Нутритивная поддержка в клинических рекомендациях по некоторым редким заболеваниям у детей». Значение клинических рекомендаций в данном случае переоценить трудно, потому что с 1 января 2022 года мы входим в другую жизнь, когда оказание медицинской помощи у нас будет строго соответствовать, строжайшим образом соответствовать принятым клиническим рекомендациям. И понимая этот срок, педиатры, неврологи, врачи палиативной помощи стремятся разработать как можно больше совместных комплексных клинических рекомендаций, чтобы с 2022 года не иметь упреков за какие-то, ну скажем, экстраординарные вмешательства или наоборот за невыполнение должного. Вот мы стандартизуемся, это задача стандартизации. И я сегодня остановлюсь на двух таких клинических рекомендациях, которые нам доступны, к счастью. Это спинальная мышечная атрофия, где соавторами являются как раз наши коллеги из Екатеринбурга, работающие в отделе палиативной помощи, Лариса Анатольевна Шокшина и Елена Юрьевна Сапега. Это соавторы данных клинических рекомендаций. Тем самым признается их большой клинический опыт в оказании палиативной помощи этим детям. И я пойду сейчас по пунктам, комментируя, казалось бы, прописные истины, казалось бы, такие примитивные рекомендации на уровне третьего курса медицинского вуза, но заметьте, в чем особенность. Каждая такая рекомендация, она должна иметь доказательную базу. И вот усилия авторов как раз и заключались в том, чтобы отсеять бездоказательное и оставить доказательное в клинической рекомендации. Итак, спинальная мышечная атрофия. Как кормить этих детей? Начнем с того, что кажется прописной истиной. Это оказание палиативной медпомощи как обязательная опция для детей со СМА. Да, если мы все с вами интуитивно понимали, что это окей, теперь мы с вами видим это как обязательный шаг при оказании медпомощи детям со СМА. Заметьте разницу, как здесь прописано. Не врач по палиативной помощи, а шире гораздо. Сотрудники медорганизации и их подразделений, оказывающих специализированную палиативную медпомощь детям, значит, может прийти под этим флагом и невролог, может прийти и клинический психолог, и социальный работник. Они все являются таковыми сотрудниками. Идем дальше. Кто может консультировать пациентов из состава команды палиативной медицинской помощи? Клин рекомендации пишут, и это теперь железобетонно и не подлежит никаким дискуссиям, что рекомендуется ребенку со СМА первичные и повторные консультации врачей и иных специалистов, это значит воспитателя, соцработника, медицинского психолога из медорганизации, которая оказывает специализированную палиативную медпомощь детям со СМА. Идем дальше. Облигатно. Это уже не хорошо бы, а это обязательно. Ребенку со СМА нужна консультация врача-диетолога. Где его взять, если его нету в штате медорганизации, а вот организовать такую консультацию, или же направить ребенка на прием врача-диетолога там, где кабинет диетолога имеется. Это нужно делать и первично, и это нужно делать в динамике повторно, с частотой, о которой пишут клинические рекомендации. Еще одна истина на уровне студенческих истин, но как же трудно было отстоять и доказать, что имеются аргументы доказательности достаточной, чтобы это было включено. Каждый ребенок со СМА должен иметь оценку физического развития по современным методикам, по оценительным таблицам. После установления диагноза всем нужно контролировать рост и массу тела в темпе не менее раза в 3-6 месяцев у малышей, а у детей старше по показаниям, но как минимум ежегодно. И такая, ну скажем, общеупотребимая вещь, как расчет калорийности диеты, то, что в педиатрии называется расчет питания, это нужно делать детям со СМА для контроля за уровнем их состояния питания, для контроля, возможно, развивающейся нутритивной недостаточности и корректировать по результатам расчета рацион макро-микроэлементами, калорийностью. Вот все это должен делать не только диетолог, но и врач-педиатр, который ведет такого пациента со СМА. Рекомендуется в этих новых клинических рекомендациях рекомендуется уточнять жалобы на нарушение глотания или твердой пищи, это есть работа с дисфагией. Наличие такого симптома, как хриплый или влажный булькающий голос после того, как проглотил, это признак дисфагии. А также, и это очень интересно и совершенно свежо и необычно, обращать внимание необходимо на изменение качества жизни у родителей пациентов. Понимаете, как влияет процесс кормления ребенка на качество жизни у родителей пациентов, вот что новое звучит. Потому что выгорают родители, переутомляются родители, начинают ошибаться, начинают конфликтовать, начинают демотивироваться на дальнейшее оказание помощи ребенку. И поэтому вот оценка функции жевания, глотания и влияние этих процессов на качество жизни у родителей, это важнейшая штука для тех, кто наблюдает детей со СМА. Рекомендуется также этими нашими новыми КЛИН-рекомендациями, они, кстати, сейчас уже пересмотрены в связи с введением второго патогенетического препарата РИЗДИПЛАМ, они пересмотрены и в скором будущем будут вывешены в рубрикаторе уже с включением не только спинразы, но и РИЗДИПЛАМа. Так вот, в этих КЛИН-рекомендациях важно прописано следить за обеспеченностью кальцием и витамином D, оценивать потребление, выведение, и при необходимости назначать лекарственные препараты кальция глюканата и витамина D всем пациентам со СМА, если выявлены у них признаки остеопении или недостаточная концентрация витамина D в крови. Двигаемся дальше, начинаются уже более специфичные рекомендации для детей со СМА. Рекомендуется постановка назогастрального зонда у детей, у которых выявлено нарушение глотания до гастростомы и до последующего постоянного кормления через нее. Для чего? Для профилактики аспирации и обеспечения адекватного питания. Да, рекомендуется кормление через назогастральный зонд, безусловно, но в комментариях пишется в этих клим-рекомендациях, что зонд не может стоять неопределенно долго, что после 4-6 недель стояния зонда риск его осложнений возрастает, и надо обсуждать вопрос о постановке гастростома. Гастростома, да, заведена как рекомендация в этих клим-рекомендации, устанавливать низкопрофильную или хвостатую, вот как здесь на рисунке низкопрофильная показана, когда это нужно делать при выраженной нутритивной недостаточности и большом риске аспирационного синдрома. Что важно понимать, что у ряда детей с ДЦП, и не только, вот и со СМА, имеется такая вещь, как гастроэзофагиальный рефлюкс. И, соответственно, отдиагностировав аргументы в пользу этого рефлюкса, вам надо принять решение врачебное, делаете ли вы фундаппликацию, то есть укрепляете вы или нет ту часть, где пищевод впадает в желудок, соединяется с желудком, то есть кардиальный отдел желудка. Может и должен ли он быть укреплен антирефлюксной операцией, когда, как вы видите на рисунке, как бы манжеткой охватывается кардиальный отдел, и это снижает риск заброса пищи из желудка выше в пищевод. Важно доктору понимать, что фундаппликация по Ниссону имеет свои осложнения. Она может выполняться эндоскопически или открытым способом, но и в том, и в другом варианте она вполне реально может осложниться побочными эффектами, частота которых достигает 20%. В разных публикациях, у разных авторов эта частота варьирует, но все же она достаточно заметная, что такое 20% осложнений у каждого пятого ребенка. И вот фундаппликация, по идее, которая во благо назначается, она может усугубить дисфагею, если эта манжетка слишком туго затянута, и ребенок не сможет пользоваться таким компенсаторным механизмом, как отрыжка, и, соответственно, у него возрастает количество газов в кишечнике, вздутие, дискомфорт в животе. Вот это описывают многие родители, у которых эта операция была проведена. Следующее, что очень важно, как ребенок расположен в момент приема пищи. Не секрет ни для кого, что мамы часто кормят ребенка в лежачем положении, в постели, ну, чтобы меньше усилий, меньше трудозатрат по позиционированию. Устают родители, переутомляются родители, да и дети иногда весят не в то лишь мало, чтобы всякий раз для питания придавать правильное положение ему, особенно детям лежачим. И вот рекомендуется подбор положения и общего, а также положения головы и рук для детей со СМА в целях улучшения их безопасности и эффективности глотаний. Вот здесь на этих фото вы можете увидеть, допустим, девочку в вертикализаторе, или девочку в коляске с подголовником, с подножкой. Вот в таком положении риск того, что ребенок поперхнется и аспирирует, он несравнимо меньше этот риск, чем, допустим, для лежачего ребенка, которого мама кормит в положении лежа. Я уверена, что вы рассказываете родителям эти прописные истины о позиционировании, но все же следите еще и за комплайенсом, и за выполнением ваших рекомендаций. Вот на этом снимке вы можете видеть, допустим, столик может быть приспособлен, такой съемный столик прямо к коляске он может быть прикручен. И многие другие эргономические такие решения, которые подбирает в реабилитологии врач-эрготерапевт, они могут снизить риск аспирации, а значит, снизить количество лекарств, которые получает ребенок после развития инфекционно-воспалительных осложнений дыхательного тракта. Следующая истина, которая очень важна, это консистенция пищи. Не секрет, что вот этот баланс между жидкой и плотной пищей, этот баланс не всеми родителями соблюдается оптимально. И важно рассказывать, что поперхнуться жидкой, быстро текущей, легко текущей пищей, ребенку гораздо проще поперхнуться ею, чем вязкой и густой. Поэтому в клинических рекомендациях для детей со СМА рекомендуется изменение консистенции пищи в пользу полутвердой консистенции. Тем детям, у которых дисфагия, для того, чтобы компенсировать их жевательную слабость и чтобы они не так долго занимались приемом еды, как это бывает, помнить и рассказывать родителям, что вязкие, густые жидкости более безопасны в отношении аспирации, чем легко текущие, подвижные, быстро глотаемые жидкости. И вот в рекомендации вошло также использование загустителей на основе мальтодекстрина. Вы знаете, что есть и смеси с такими загустителями, и загустители сами по себе. Ну, допустим, Тикинапклея – загуститель, который большинству палеоативных команд уже хорошо известен. Он не меняет вид пищи и увеличивает ее консистенцию в сторону вязкости. Что еще? Откомментировано в клинических рекомендациях ПОСМА, что рекомендуется кормление смесями для энтерального питания, если ребенок имеет зонд и гастростому, для того, чтобы его питание было сбалансированным по основным пищевым ингредиентам. И, учитывая гиподинамию детей, особенно лежачих детей, то, что при СМА их двигательная активность невысока, появляются запоры, появляется вот все, что связано с лекарственной коррекцией запоров. Поэтому, если уж выбираете смесь для энтерального питания, то было бы логично выбирать смесь с пищевыми волокнами, которые обычно хороши для детей, страдающих запорами. В отношении гидролизных смесей, или, точнее, их называют полуэлементными, не рекомендуется применять их бездумно и широко только по особым показаниям. Допустим, аллергия к белкам корового молока. Одним словом, клинические рекомендации не советуют нам с вами в рутинном, широком потоке событий ставить ребенка с СМА на питание гидролизными смесями на основе аминокислот, если к этому нет особых клинических показаний. И вот здесь то, о чем я говорила уже, смеси с пищевыми волокнами для облегчения дефекации. Да, это да, безусловно. Но если не помогает, то добавьте слабительное, вот, например, такое, как препараты лактулозы или препараты макрогола. Показываю вам. Конечно, педиатры преимущественно пользуются лактулозой, например, дюфолаком или нормазы. Реже пользуются форлаксом, но работа с запорами – это, в общем, практически обязательный компонент заботы о ребенке, страдающем спинальной мышечной атрофии. И вот квинтэссенция всего, что я вам сказала о СМА, о питании детей с СМА. Есть раздел в клинических рекомендациях, в клинических рекомендациях, где каждый из отрекомендованных пунктов оценивается бинарно, то есть двойственно, или да, или нет, по каждому из пунктов. И когда вас придут проверять из страховых медицинских компаний, будьте готовы к тому, что ваша дискуссия была сделана или не была сделана для ребенка, что-то необходимое, эта дискуссия будет разрешаться с помощью вот таких решений, которые содержатся в клинических рекомендациях детей с СМА. Провели вы или нет оценку жевания и глотания? Задокументировали вы это? Записали вы это или нет? Смотрели ли ребенка врач-диетолог, специалисты из палиативной помощи? Следующий. Поставлен ли своевременно ребенку на загостральный зонт? Кормится ли ребенок через гастростому, там, где есть показания? Будьте готовы к тому, что проверка вашей медицинской документации пойдет с учетом этих критериев качества, бинарно оцениваемых без подробностей на да или нет. И во второй части моего выступления несколько рекомендаций из клинических рекомендаций по муковисцидозу. Это тоже свежие летом 2020 года утвержденные клинические рекомендации, которые тоже будут обновляться в самое ближайшее время. Так быстро развивается патогенетическая терапия, что обновление происходит в ритме и в темпе появления новых лекарственных препаратов. А я фокусируюсь только лишь на нутритивных аспектах этих клинических рекомендаций. На первый взгляд все просто и много раз уже звучало. Нужно оценить ребенка согласно критериям недостаточности питания. Вы видите на слайде, что применяется показатель Z-score. Это современный метод оценки уровня недостаточности питания у детей. И также комментируется в этих клинических рекомендациях, что если фактическая масса меньше 90% у детей, а у подростков, вот если индекс массы тела меньше, чем 18,5%, вы можете выносить в сопутствующие состояния недостаточность питания. Выносить мало. Важно начинать с ней работать, корректировать ее. Делать эту оценку необходимо также и с применением центельных показателей. И цель нутритивной поддержки, чтобы ребенок находился по весу, росту, индексу, массы тела между 25 и 75%. Оптимально, идеально, золотой стандарт, если ребенок соответствует зоне около 50%. Поэтому в ваших ординаторских таблицах акцентельной оценки, в ваших ординаторских таблицах Z-score, в ваших ординаторских разговорах и разборах ситуаций, которые обязательно помимо основных вмешательств в жизнь ребенка со СМА, респираторная поддержка, профилактика вторичных осложнений, деформации конечностей, обязательно это проговаривание пациента, его разбор должен включать оценку, насколько адекватно ребенок питается. Извините, сказала СОСМА, конечно, с муковисцидозом. Расчеты белков, жиров, углеводов, килокалорий – это такая банальная часть работы диетолога, но ведь не в каждой палеотивной команде диетолог имеется. Поэтому вам имеет смысл кого-то из команды, кого-то одного, врача-педиатра, дополнительно обучить по диетологии, чтобы хотя бы один человек в команде владел расчетами пищевых ингредиентов. И очень важно понимать, что колораж у детей с муковисцидозом, он должен быть повышен. При том, что, вот посмотрите, колораж повышается, а смеси с низким содержанием белка детям раннего возраста не рекомендуется использовать, потому что и низкое содержание белка, и низкое содержание жира не обеспечивает потребностей пациентов с муковисцидозом. В этом их особенность. Что же рекомендовано в таком случае? Так называемые высокоэнергетические коктейли или смеси. Особенно на фоне бронхолигочных обострений, на фоне воспалительных процессов. Они очень часто у детей с муковисцидозом присоединяются. Или в качестве перекусов на фоне обычной жизни рекомендуется использовать вот эти самые высокоэнергетические коктейли промышленного производства или смеси для энтерального питания. Ферменты. Это, скажем, неотъемлемая часть лечения детей с муковисцидозом. И мы читаем в клинических рекомендациях, что детям грудного возраста с муковисцидозом и панкреатической недостаточностью рекомендуется назначать ферментную терапию, да, заместительную терапию препаратами панкреатина. Подсаливать пищу, о чем мы говорили уже. Применять кальций и жирорастворимые витамины, о чем мы говорили уже с вами. Применять вот такую особую штуку, как агрессивные методы нутритивной поддержки, то есть ночная гиперэлементация, ночное питание, энтеральное питание через гастростому ночью. И вот этот термин «агрессивные методы нутритивной поддержки», он свойственен для профсообщества врачей, оказывающих медицинскую помощь при муковисцидозе. Мы не называем это агрессивными методами, но мы применяем это. И клинические рекомендации прописывают очень подробно, каковы показания к этим методам агрессивным. Я очень бегло вам изложила основные пункты. Вы сможете легко скачать оба вида клинических рекомендаций в рубрикаторе клинических рекомендаций Минздрава России. Очень призываю вас ознакомиться с ними подробно, потому что оценка качества медицинской помощи детям со СМА и с муковисцидозом будет идти отныне согласно критериям качества, заложенным в эти клинические рекомендации. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...